Никогда не слышали такое понятие как штрих-код лица. Вы же наверняка знаете, что такое штрих-код пальца. Он никогда не меняется. Когда ты переходишь границу, там на таможне, тебе в ограничнике поддают, чтобы ты потрогал пальцем и понятно, что ты это ты, даже если лицо поменялось. Так вот, у лица есть свой штрих-код. Когда ты смотришь в зеркало, когда у тебя четкое лицо, все линии по своим местам, ты понимаешь, что ты это ты и ты входишь в свою жизнь. Но с годами, когда меняется штрих-код лица, там подвисло, тут обвисло, там еще что-то произошло, ты начинаешь понимать, что что-то не то. Наверное, я войду не в свои 18, а наверно-ка я войду в свои, там уже, штрих-код подсказывает, 30. А потом тебе отсказывают, о, уже 60, а потом уже, о, 90, а потом в тебе, о, уже штрих-код кладбища, и ты пошел. Так вот, дело в том, что на самом деле возраст, который мы видим на штрих-коде лица, на самом деле не всегда соответствует. То, что мы видим, например, человек в 60 лет, говорим, у, наверное, хорошо сохранилось, или у, смотрите, как в 60 лет плохо выглядит. Дело в том, что в 60 лет, если выглядеть естественно, если выглядеть не в преждевременно измененном состоянии, то можно выглядеть великолепно, что в 30, что в 40. Не нужно для этого искусственно там как-то поднимать, подтягивать, подрезать, там еще что-то делать. Потому что, когда мы это делаем искусственно, то нарушается механизм психофизиологии. И это очень сильно, запомните, нарушает гормональную систему. Наверняка вы слышали, что когда человек делает одну минутку улыбки, у него появляется 15 минут дополнительной жизни. То есть, человек живет на 15 минут дольше. Почему это происходит? Ну, самое простое, чтобы не уходить сильно в науку, чтобы все понимали. То есть происходит выработка гормонов счастья, эндорфины. То есть, если они не будут вырабатываться, то цепочка других гормональных выбросов не будет происходить правильно. Что же происходит, когда у человека зафиксированы мышцы печальки? То есть, как будто человек переживает печаль, даже если это уже прошло, печаль, стресс. То, человек в состоянии печали не в состоянии выработать гормоны эндорфина. То есть, соответственно, он наоборот даже снижает весь уровень эндорфина и снижается весь иммунитет. И это доказан факт, когда у организма снижается иммунитет и он становится уязвим от всяких других побочных заболеваний, инфекций и т.д. и т.п. Но плюс ко всему, что нет просто настроения. Иногда это просто люди называют просто хроническая усталость, иногда еще что-то. То есть, как бы депрессии, еще что-то, еще что-то. Но все это как бы есть такие хитрости организма, которые действуют против человека. То есть, даже если ты, например, внешне сделаешь вид, что как будто там прокололи, что-то сделали, надули там, второе лицо сделали, да, но внутри-то все это остается. Так вот, система ручной скульптурной пластики, да, мы назовем еще, можно его назвать попроще, грикс, грик скульптурирование. То есть, вот эта система позволяет полностью изменить структуру мышцы, изменить его формат, снова восстановить и кровоснабжение всегда поступает через мышцы в кожу. То есть, если вы просто прогуглите и просто посмотрите, откуда же все-таки кровь поступает в кожу? Кровь поступает в кожу из мышцы, из сосудов мышцы. Если они там все такие вот зажатые, задушенные такие состояния, да, то вы не получите здесь ничего. И сколько бы вы туда не вливали, это все временное. Поэтому, если у тебя нет своего колодца, просто постоянно вносите откуда-то, в бутылках или еще что-то, то есть, ну, просто это не есть хорошо. Поэтому у нас есть возможность научиться делать это так, чтобы восстановить систему ресурсного омоложения, восстановить штрих-код и быть красивой и быть с хорошим настроением. Потому что, еще раз возвращаюсь к той мысли, что когда человек ходит в заблокированных, заблокированными мышцами, да, и эта система блокирует выработку эндорфина, как бы ты не хотел, как бы ты даже красивое лицо внешне не сделал, внутри вот это вот все. Заблокирована система. Заблокирована. А мы его разблокируем.